Ну что, последняя наша секция, которая посвящена внутренним коммуникациям. Мы все говорили о внешнем, а вот теперь мы будем говорить о внутреннем. Конечно, мы до нее добежали. То есть о взаимодействиях между сотрудниками и о построении внутренней системы в организации. Помогут нам в этом замечательные наши спикеры, которых я с удовольствием сейчас представлю. Галина Котова, пожалуйста, поприветствуйте. Бывший маркетинг-директор компании Portmoney и Яндекс. Ирина Сухаребра, HR-директор Американского посольства в Украине. Галина Марчук, Chief People Officer компании Uscan. И Галина Соловьева. Да, Анна Соловьева, прошу прощения, у нас две Галины. Анна Соловьева, HR-директор компании Работа.UA. И сейчас она тоже нам расскажет о своих кейсах. Итак, пожалуйста, дорогие друзья, мы начинаем. Галя, в первое, кликем. Слышно? Пожалуйста. Еще раз, меня зовут Галина. И моя работа состоит в том, чтобы любить людей в компании Uscan. Наша компания — это успешный уже подросший украинский IT-стартап. Мы делаем решение для мониторинга соцмедиа, которое сейчас продается во многих странах мира. Кроме того, что у наших достижений, которые здесь написаны, это еще и замечательная команда из 92 людей сейчас, основная часть из которых находится в Киеве. У нас есть небольшой офис в Москве, и есть небольшая часть людей, которые работают в других городах распределенно. И на самом деле, когда я пришла в Uscan почти два года назад, компания как раз переживала этап довольно быстрого роста. Долгое время она оставалась такой очень семейной компанией, и наконец, когда достигла своего успешного успеха, стала быстро расти и развиваться. Кажется, что 92 человека — это не так много, но если было 30 и стало 90, это рост в три раза, и для этих масштабов это очень заметно. И вот когда я пришла… Нет, еще скажу. В общем, в Uscan мы очень много внимания уделяем нашей корпоративной культуре. То есть это, наверное, основное, с чем я работаю. И мы планируем по системе OCR, Objectives and Key Results, и одна из наших стратегических целей повторяется из года в год, это make our employees happy and productive. Измеряем ее разными показателями, но одно из них — это ENPS. И вот не вскоре после того, как я пришла, мы провели очередной ENPS-опрос и обнаружили, что примерно треть или около половины наших сотрудников говорят о том, что атмосфера в компании уже не та. Uscan уже не тот, он не такой уютный, как был раньше, он не такой комфортный, кто все эти люди, которые пришли к нам. Мы стали с этой проблемой разбираться более глубоко и подробно, то есть что такое не тот и какой хочется сделать тот. И оказалось, что, собственно, это не одна проблема, а две проблемы. Одна из них — это то, что все меняется вокруг, и не все готовы меняться вместе с компанией. Появляется какая-то неуверенность, опасение, еще что-то. Я точно знаю, что моя коллега будет рассказывать о работе с изменениями, поэтому это не тот кейс, про который я расскажу сегодня. Я расскажу про другой. Про то, что вот это вот кто все эти люди, и почему мы так растем. Иногда просто про то, что люди не знали или не умели познакомиться с новыми сотрудниками, или не знали, как это правильно сделать, хотя это не так уже много людей на самом деле. И мы сели и подумали, что мы можем с этим поработать, хотя первой реакцией было, почему они просто не могут познакомиться. Ну вот почему-то не могут, и хотелось им в этом помочь, и хотелось это сделать ненасильственно. Нельзя сказать «идите и знакомьтесь», нельзя посадить двух людей и сказать «познакомьтесь, узнаете друг друга получше и начинайте общаться в команде». Поэтому что-то такое хотелось придумать, чтобы они общались, но не чувствовали, что на них давят, да, и заставляют это делать. Первое, что мы придумали, это замечательная инициатива, которая существует до сих пор, называется «Ланч-рулетка». Мы просто решили оплачивать обеды нашим сотрудникам. Мы раз в неделю просто рандомным образом выбираем две пары коллег, которым говорим «идите в течение недели, сходите вместе на завтрак, обед или ужин» и просто поговорите. То есть мы не говорим, ну, как бы можно молчать, мы не говорим «общайтесь», да, но ты не будешь час сидеть за обедом и не общаться. Вот, мы им оплачиваем этот обед. И, ну, опять же, хотелось, чтобы эта традиция вовлекала всех, не только там четыре человека молча сходили пообедали, поэтому мы придумали дополнительные условия. Ты должен сделать селфи на своем ланче и запостить его в наш слайк-канал. То есть мы пользуемся слайком очень активно. Слайк у нас есть, канал для ланчей, и туда мы постим селфи. То есть это то, что вовлекает всех остальных. Все видят, кто сходил, могут спросить, куда сходил. Все стараются сделать красивую фоточку, какую-нибудь интересную и необычную. Начинаются обсуждения под этими фотками. То есть четыре человека сходили, ну, увидели и пообсуждали все. Вот, потом… Ну, у нас есть категория, там, старые сотрудники, да, которые давно работают. Есть категория новички, которые приходят, и для которых новых людей все больше и больше. И мы решили, что новые сотрудники будут ходить на этот ланч просто вне очереди. То есть мы не будем ждать, пока им выпадет рендом. В первую или вторую неделю они идут на такой ланч со случайным сотрудником из компании. И таким образом тоже увеличивают свой нетворк. То есть помимо там лида, HR, еще кого-то, да, близкого в команде ментора, у них появляется еще один знакомый человек в компании как минимум в первую неделю, который может их познакомить еще потом с кем-то. А потом мы решили… Ну, к нам же приезжают коллеги, которые удаленно работают, что они тоже должны знакомиться с нами. И теперь гости у офиса, которые приезжают, тоже всегда идут на рендомный ланч с кем-то из сотрудников офиса. Это стоит компании совсем недорого. Ну, просто минимальный бюджет, даже если на масштабах года посмотреть. Вот, но это как бы приводит к классным результатам, потому что это просто сформировало традицию. Теперь стоит мне забыть где-то с утра в понедельник или задержаться с этим ланчем, да, и не объявить участников. Мне сразу напоминают, что… Ты про ланч не забыла? Кто на этой неделе идет на ланч? У нас на самом деле была интересная история. Мы думали, что рендом — это самая справедливая штука. Будет, ну, как бы рендом не эмоционален. Оказалось, что он ужасно несправедлив, что кто-то выпадал очень часто, а кто-то не ходил никак, и народ начал возмущаться. И пришлось нам, ну, как бы менять правила, и мы просто, ну, сейчас исключаем тех, кто сходил, исключаем на некоторое время из рендома, чтобы сходили все, потому что народ обижается, все хотят ходить на ланчи. Вот, потом мы придумали вторую историю. То есть ланч, рулетки у нас классно запустились и существуют, но у нас не только один офис. То есть ланчи проходят вживую, а общаться хочется со всеми. Вот, поэтому мы придумали еще одну штуку. Это формат not so small talks, мы его назвали, в противовес small talk, которые ни о чем. Мы хотели, чтобы люди общались и знакомились глубже. И это тоже рандомное общение, но между коллегами, которые не работают в одном офисе. То есть тоже случайно пара коллег, для которых есть условия созвониться и поговорить, но поговорить на заданные темы. Мы даем две темы. Не даем никаких, которые могут разжигать конфликты, там, политики, религии. Ну, то есть этих вещей мы не трогаем, но абсолютно из разных сфер. Все, что мне приходит в голову. От отношения к казино и азартным играм, до, может быть, воспитания детей. На самом деле у них есть заготовленная тема, и это уже облегчает знакомство. Ну, то есть они с нее начинают, но всегда, когда разговор идет, одно цепляется за другое, получается интересная беседа. И таким образом ты узнаешь о коллегах не только то, что они делают в компании. Собственно, это два основных формата, но кроме этого мы делали еще много чего. То есть у нас есть слайк-каналы по интересам, к которым мы активно подключаем там людей и новых людей. Да, у нас есть, как бы были в Киеве безды и пати, мы раз в месяц поздравляли всех именинников, и мы решили, почему это только Киев. Теперь мы делаем телемост просто со всеми, всем машем там привет, всех взаимно именинников поздравляем. То есть даем такую еще одну возможность почувствовать, что мы одна команда, не разные группы людей. У нас есть еще happy hours по пятницам. это, ну, когда, в общем, вкусняшки. Вкусняшки у нас по пятницам за большим столом, вот, куда мы собираемся и общаемся. И вот в какой-то момент мы даже в онбординге новичкам стали добавлять в задачи, кроме там получи ключ, вот пиши NDA, там сделай то-то, то-то, то-то. У него теперь в онбординге есть там в первые несколько недель сходить на ланч, поучаствовать в happy hour, сходить еще что-то. Вот, во-первых, новичок сразу знает про все наши активности, во-вторых, это же задача, значит, он должен поставить галочку и сходить и познакомиться с ребятами. Вот, поэтому, в общем, результаты на сейчас, ну, вот эти все нетворкинги, они скорее превращаются в традиции. То есть я выбираю рендомом, но даже когда я не выбираю, народ может сам пойти, пообедать, запостить фотку в канал и написать, мы тут сходили на лайнч, типа все классно. Вот, были сложности, есть у меня еще пару секунд, просто были сложности в том, что реально есть вот категория людей, которые, ну, прям тяжело им общаться, да, прям это несколько людей, но мы решили не заставлять. Вот кому тяжело, просто тихонечко мне говорит на ушко, что я не хочу участвовать, и никто об этом больше никогда не узнает, что он не хочет участвовать, но просто, ну, не заставляли. И есть еще момент, то что, ну, 99, все эти штуки сейчас обрабатываются вручную. Я не нашла готовых решений, как это можно автоматизировать, там, или готовых ботов. Наверное, на масштабе, там, если мы будем сильно расти, это не сработает, и будет занимать какое-то большое количество времени, но сейчас пока у меня хватает на это во время. Вот. Да, и я хотела вам просто показать, как это выглядит. Я тут уже ничего не буду говорить. Это с ланч-рулетки скриншоты прямо из канала. Это not so small talk, то есть у них тоже задача отчитаться, сделав скриншот. Ну, то, что они по видео общаются. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ира, пожалуйста. Всем привет. Я себя немного чувствую каким-то динозавром или инопланетянином, потому что я из той организации, где до сих пор носят документы в папке на подпись. Я вам честно скажу, да, это происходит. У нас даже есть протоколы уничтожения документов. И это очень серьезные правила, разработанные Госдепартаментом. Я работаю уже достаточно давно в посольстве США. И если говорить об организации, то это тоже организация. С офисами, кстати, почти во всех странах мира, как вам известно. И в Украине посольство – это огромная организация. У нас больше 600 сотрудников только местного персонала. Есть еще также американский персонал. И в этом тоже есть свои нюансы. Значит, я хочу поговорить про внутренние коммуникации во время перемен. Перемены у нас происходят постоянно, и даже в таких архаичных и бюрократических организациях, как посольство. Ну, сразу скажу, что в посольстве много сотрудников, и большинство из них проводят там большую часть своей карьеры. И это челлендж, потому что люди не уходят, они привыкают, они чувствуют себя комфортно. И когда ты им говоришь о том, что мы хотим сообщить вам какую-то новость или очередное изменение, реакция примерно такая. И мой грустный опыт был, когда мы три года добывались, чтобы нам Вашингтон выделил финансирование на внедрение, на введение страхования жизни. И мы чувствовали, что это очень важная часть нашего компенсационного пакета. Мы добивались, добивались, добились, и начали сообщать. Нашли компанию, которая предоставит нам эти услуги. И когда мы объявили о том, что у нас есть страхование жизни, пожалуйста, это будет стоить 2 доллара, ну, в среднем 2 доллара в месяц, мы провели презентации, мы об этом всем рассказали, мы были очень рады, взволнованы даже, и начали собирать заявки, потому что есть форма, человек должен там написать, как он страхуется. И вот после этого, когда уровень вовлеченности и респонса у нас был меньше 40% сотрудников за первый месяц, я подумала, что-то не то. Когда я получила анкету, ну, заявку, на которой была перечеркнута заявка, и написано было, Грышин и страхуется Боза Бубонный, я поняла, что, наверное, мы делаем что-то не так. Но это о грустном опыте, я хочу рассказать о положительном на самом деле. У нас очень много разных сотрудников, и вы поймете, почему так происходит. Но если говорить о коммуникации, немножко теории, то есть для меня тоже, мне тоже пришлось посмотреть в учебники и понять для себя, что, где вообще, в какую сторону копать. Доверие. В любом общении доверие – это основа. То есть это, конечно, задача менеджмента, в идеале оно присутствует в компании, если нет, надо развивать. То есть если вы коммуницируете с позицией силы, то, в принципе, результата не нужно ожидать. Должно быть доверие. Прозрачность коммуникации. Часто, особенно в больших организациях, кажется, что есть информация, которая доступна одной группе людей, другим она недоступна, и это очень большой риск. Нужно все-таки стараться, чтобы было понятно, что у вас есть информация, она открыта для всех, и месседж один и тот же. Регулярность. Ну, тут как в рекламе. То есть мы все жертвы рекламы, и тут в коммуникациях необходимо повторять. Почти никто не воспринимает информацию с первого раза. Даже если эта информация, вроде как со страхованием жизни, должна людей интересовать. Ничего подобного. Разнообразие каналов. Об этом можно долго говорить. Я думаю, что здесь есть намного больше экспертов по поводу каналов коммуникации. Мы привыкли, ну, бюрократическая государственная машина, использовать имейл и как основной канал, и ожидать, что люди будут читать. На самом деле каналов должно быть намного больше. Я немножко расскажу, что мы делали. И обратная связь. То есть любая коммуникация, она все-таки должна быть двухсторонняя. Опять-таки, если мы просто понимаем, что у нас есть информация, мы ее сообщили, они должны понять, так, увы, не происходит. Особенно, когда вы имеете дело с большим количеством людей и достаточно разношерстной публикой. И дифференциация аудитории. Упс, я что-то сделала. Все пропало? Ну, может, не все. Но если говорить про аудиторию, вот опять-таки, если у вас есть компания, в которой есть, как в нашем случае, у нас есть охранники, уборщицы, у нас есть аналитики аграрного рынка. То есть очень разный уровень квалификации, очень разные жизненные позиции, разная мотивация. Тоже нужно различать. Ну, и языковой фактор, если это имеет к вам отношение. Значит, кейс, над которым мне пришлось работать три года назад, это когда вот в такую, ну, будем говорить, достаточно стагнирующую организацию, где сотрудники привыкли жить по определенным правилам комфортно, хорошо. Ну, единственное, что работа все время увеличится, поэтому все недовольны, что платят мало. Как вы будете смеяться? Но, тем не менее, у нас была инициатива внедрить систему оплаты труда, нестандартную, когда у нас есть сетка зарплатная, и мы по ней двигаем людей на протяжении 10 лет, потом они достигают максимума, и все, после этого ты всегда зарабатываешь ту же самую сумму. То есть твоя зарплата замораживается. А внедрить бонусную систему. И вы можете себе представить, что в бюрократической организации, ну, это все равно, что в нашем любом министерстве внедрить систему бонусов, KPI и так далее. Это сложно. Люди не сильно заинтересованы в этом. Мы для себя поняли, что общаться так же, как мы имели опыт со страхованием жизни, нельзя. То есть мы должны доносить информацию. Тут важна стратегия. То есть часто мы думаем, что когда мы общаемся с клиентами, нужно строить стратегию, что-то продаем, нужно строить стратегию. Но когда мы общаемся внутри организации, стратегия также важна. И нельзя это делать просто, потому что я знаю, я скажу, меня поймут. У нас была стратегия, мы разбили наш проект на этапы. Он занял примерно год. То есть нам нужно было всех обучить, всем объяснить, как будет работать система постановки задач, как будет работать система оценки работы сотрудника. И, естественно, что в денежном эквиваленте из этого получится для каждого сотрудника. И анализ аудитории. Это было очень важно, потому что тут важно понять, с кем вы имеете дело. У нас это были простые факторы, такие как наличие стола и компьютера, то есть люди, с которыми мы можем общаться через электронные средства связи, и люди, которые работают садовниками, например. Или там 120 охранников, которых мы вообще в принципе иногда не видим, потому что они работают по ночам. Как донести информацию до них. Каналы связи. Ну, опять-таки скажу, что мы полагались изначально на имейлы, оповещения, месседжи, и поняли, что люди не читают. Ну, вот я в среднем в день получаю 300 имейлов. Естественно, мои коллеги многие тоже, поэтому все это, потому что у нас приходит очень много еще имейлов от, скажем так, от headquarters. Поэтому в этом имейле открыть документ на полторы страницы и прочитать, ну, люди это не делают. И когда мы на них обижаемся, это тоже неконструктивно. Поэтому мы начали создавать визуальные, то есть вплоть до видеоролика, который в коридоре по экрану показывают, и люди останавливаются, и вот там вот они что-то послушают, посмотрят, или у себя на компьютере откроют это с сайта. Социальные сети у нас есть, группа сотрудников в Facebook, например, я начала постить информацию там, и там читают, потому что там обычно пишут про более важные вопросы. Опросы. Этот механизм мы изначально использовали, ну, анкетирование сотрудников, использовали для того, чтобы понять вообще, ну, замерить температуру по палате, понять, где наш месседж был донесен эффективно, где нет. И в конце этой анкеты всегда были вопросы. Если был вопрос, есть ли у вас еще какие-либо вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. И вот что мы обнаружили, что люди, которые на презентациях не поднимают руку, они пишут эти вопросы. И мы стали выпускать такие, как листовки, question and answers, то есть они нам пишут вопросы, мы им пишем ответы. Мы провели несколько раундов таких анкетирований, и тоже нам пришлось, ну, непосредственно брать эти бумажные копии, идти к людям, потому что с охранниками, с садовниками, уборщицами, они не пойдут, у них нет доступа к компьютеру, они не сядут и не будут заполнять. А они огромная часть нашего population. Поэтому анкетирование у нас сработало, как источник обратной связи. Презентации, ну, естественно, мы проводили презентации, беседы. Ну, нельзя общаться без разговора, личного контакта с людьми. И это то, что я говорю своим сотрудникам, что в неформальной обстановке всегда лучше поговорить с человеком, с которым он к тебе не придет, и ты с ним не общаешься по работе. Нужно, чтобы менеджеры общались неформально. Документы, естественно, мы написали кучу manuals, кучу всяких, у нас есть такие документы, standard operating procedures. Не знаю, читает ли их кто-то, но они существуют. И интернет, естественно, все было на сайте. Еще хочу сказать про стейкхолдеров, поскольку у нас были вовлечены и американские сотрудники, которые часто являются руководителями, нам нужно было, чтобы они были хорошо подготовлены. И в любом таком проекте очень важно, чтобы топ-менеджмент, ну, в нашем случае это посол, заместитель посла. И да, это было тяжело, но мы получили их время, мы получили их присутствие, вовлеченность, и когда от них исходит, даже если они сами не всегда понимают, о чем они говорят, но пару предложений с акцентом, что это происходит, и это важно, оно дает как бы правильный посыл. И мы привлекли эксперта, поскольку эта система уже была внедрена в другом посольстве, конкретно в Лондоне, мы пригласили такого же местного сотрудника, который уже на своей шкуре испытал эту систему, и вот он рассказывал во время презентации, ему доверяли намного больше, потому что он говорил от имени местного сотрудника. Так что очень важно, чтобы если вы привлекаете экспертов, чтобы они были релевантными. Ну, выводы, опять-таки, я немного повторюсь, расскажу про то, что с цифрами нужно быть очень осторожным. То есть часто, особенно мы в HR, как бы можем красивые цифры написать, но если их нельзя проверить или доказать, то нужно все-таки лучше сделать шаг назад. И когда мы обещали людям, что их бонус не поменяется, по сравнению с прошлой ситуацией, или что он составит определенный процент, тут нужно до копейки, потому что люди придут и из-за двух долларов скажут, вы нам соврали. Что еще я хотела сказать? Значит, по поводу того, что у любого рода такие большие проекты, у нас внедрение заняло порядка года, потому что весь цикл оценки работы, он 12 месяцев, мы продолжали обучать людей, и до сегодняшнего дня мы все равно продолжаем обучать людей. У меня был опыт и в другой стране внедрения этой программы, и как раз вот то, что я говорю, что если вы сообщаете, пытаетесь донести информацию, нету конечной точки, нету точки, когда вы можете рассчитывать, что все все поняли. И люди постепенно воспринимают информацию, даже если она критично важна для них. То есть нужно делать на это скидку. Расскажу еще напоследок, как это было, я ездила во Вьетнам и проводила подобные презентации. Так вот, настолько отличается аудитория, когда я делала презентацию, я говорила, пожалуйста, задавайте вопросы. И после двух презентаций вопросов не было. Ко мне подошла коллега из Вьетнам, и она говорит, если ты не будешь останавливаться и говорить им, задавайте вопросы каждые 10 минут, никто не задаст вопрос. То есть опять-таки нужно очень четко понимать аудиторию, но там общество более послушное, это, я не знаю, про послушность или про вежливость, но тем не менее, в результате этого, когда уже после двух недель презентации и общения ко мне подошел их сотрудник, местный вьетнамец, и сказал, говорит, все прекрасно, вы хотите ввести элемент конкуренции в нашу работу, но, говорит, это, наверное, не ляжет на наш социалистический менталитет. И тут я, конечно, рассмеялась, потому что это ложится на любой менталитет, если это правильно донести, про социалистический менталитет рассказывать вьетнамцы, украинцев, которые выросли из этого. Но тем не менее, то есть нужно общаться с людьми, общаться, стараться на их языке, доносить информацию через разные каналы, но в моем опыте даже для большой организации, стоя в очереди в столовую, это очень хороший повод для того, чтобы поговорить с сотрудниками, потому что именно там вам, скорее всего, скажут то, что вы не услышите в анкетах или на презентации. Спасибо. Спасибо, Галя. Спасибо большое. Галя, пожалуйста. Привет. Я Галя Котова. Я строю команды в маркетинге уже больше шести лет. Уже немножко ощущаю себя HR-ом, потому что единственный маркетолог в этой команде, в этой панели буду. Digital Marketing, он очень похож на такой марафон в темпе спринта, когда ты постоянно бежишь, постоянно какие-то новые идеи, новые каналы, и ты не можешь останавливаться. И это, естественно, чревато выгоранием. А поднимите руки, вот кто сталкивался на работе с выгоранием. Примерно ожидаемо. По данным Галлоп, они опрашивали более 7 тысяч человек. Две трети людей, они регулярно с этим сталкиваются. Кто-то чаще, кто-то меньше, но проблема есть, и она важная. И я четко понимаю, как менеджер, что на мне лежит огромная ответственность вот потому, чтобы моя команда не выгорала, потому что мне очень важно, чтобы они могли вот постоянно-постоянно держать этот темп спринта. Эта компания выявила ключевые причины, почему происходит это выгорание. В первую очередь, это недооцененность и несправедливые отношения. Сюда попадает, например, низкая зарплата. Вы все знаете, что зарплата — это не есть мотивационный фактор, но низкая зарплата — это демоционный фактор. Здесь также есть проблема недоверия к сотруднику, недоверия к его компетенциям. Следующая важная вещь — нечеткость роли. Это то, с чем я сталкивалась часто в стартапах, когда команды маленькие, и на каждое отдельное направление просто не хватает выделенного специалиста. И тогда, когда залетают какие-то новые каналы, новые тузы, новые инструменты, идеи, эти нетипичные задачи часто распределяются по принципу, а кто возьмет, а у кого свободные руки, а у кого смежный опыт есть, ну или просто там, кто вызовется, и ты сидишь в итоге, ждешь, на кого это попадет. И на человека может нарасти много-много разноплановых задач, и он потом теряется и не понимает, а что же он на самом деле, какая его главная функция, и чего же от него все-таки ждут, и чем можно ему пожертвовать. Важная вещь — нет поддержки руководителя, когда сотрудник не ощущает поддержку руководителя, и ему не хватает общения с ним. Критически важная вещь, потому что, все вы знаете, что люди увольняются не с работы, а от плохих менеджеров, и я вот в это очень сильно верю. Два последних фактора, они очень похожи между собой, это про большой объем работы и постоянную успешку. Здесь задача руководителя расставить приоритеты. На сегодняшний день является нормой загрузка сотрудника больше 100%. То есть у человека всегда будет задач больше, чем на 40 часов в неделю. И поэтому задача руководителя расставить приоритеты таким образом, чтобы понимая, какие ключевые задачи компании и отдела, чтобы выполнить именно те ключевые вещи, а не то, что ну еще было бы круто, давайте попробуем, протестим. Итого, расскажу про конкретный кейс, как выстраивали в Яндексе команду, каким образом выстраивать коммуникацию на уровне руководитель подчиненный для того, чтобы свести к минимуму текучку и выгорание. У нас команда проработала 4 года вот в таком составе, как она набиралась, и потом буквально до закрытия бизнеса. Ключевая вещь, вообще основа, вот самая, без чего вообще никак нельзя, это инициатива. Я большой фанат бирюзовых команд. Бирюзовые команды это те команды, в которых инициатива лежит, есть у сотрудника, то есть сотрудники могут предлагать какие-то идеи. И я свято верю в то, что вот именно в маркетинге такой формат, он классно работает. Например, нужно не приходить к какой-то задаче, да, вот сделай мне вот эту компанию, там, трафик менеджер, к примеру, запусти мне вот компанию с такими-то настройками, вот таргетинги, ключевики, сообщения на завтра. Нужно идти по-другому. Нужно поставить цель. Да, мы хотим получить плюс 10 тысяч пользователей за такой-то период. Что можем для этого сделать? И тогда человек уже на своем месте, он включает мозг и начинает генерить идеи. Давайте вот это протестируем, а еще вот это протестируем. И уже моя задача как руководителя проверить, насколько это в целом ложится в стратегию. Будем ли мы идти в ту сторону, в которую глобально мы хотим прийти. Или это просто какие-то побочные, получим выгоды от этого. Проверить. Очень важно на бегу договориться, как мы будем мерить эффективность, чтобы не было потом манипуляций. Ну вот тут мы что-то получили, на самом деле мы хотели вот этого. То есть очень важно обозначить конкретный KPI, как будем оценивать, это является эффективным или это не является эффективным. И в таком формате человек четко замотивирован. Он понимает, что он не винтик вот в этой большой-большой-большой компании. От него реально что-то зависит. И когда человек приходит уже со своей идеей, у него совершенно иная мотивация получить от этой идеи хороший результат, потому что он потом молодец, он что-то предложил и оно работает. Здесь есть обратная еще сторона, анти такой пример, когда включается микроменеджмент, то есть это полная противоположность этой инициативе. То есть реально есть команды, где люди привыкают работать по инструкциям, которые им спускают, есть четкие указания, они в таком формате работают. Такой пример — это красные команды. То есть я абсолютно четко понимаю, что они имеют место быть. К примеру, это бухгалтерия. То есть я с очень большой опаской буду относиться к бирюзовой бухгалтерии, которая будет каждый квартал экспериментировать с форматами отчетности для налоговой. Поэтому нужно понимать, где это использовать, где это не использовать. В маркетинге я свято верю, что бирюзовые команды — это именно тот формат, который может позволить достичь хороших результатов. Диалог с руководителем. Здесь очень важно, чтобы он был двусторонним. То есть не то, что человек, руководитель пришел, сказал «делаем». Должна быть какая-то обратная связь. Я практиковала… То есть у меня всегда были в календаре четко забитые встречи. Встречи one-on-one с сотрудником, когда мы обсуждаем не столько текущие задачи, сколько мне важно получить обратный фидбэк от человека. Там всплывают те вещи, которые обычно на общем статусе человек не будет проговаривать, потому что стесняется, там много людей. И там всплывают иногда очень такие интересные системные проблемы, которые требуют пересмотра какого-то подхода. И мы находим какие-то новые решения. Или, например, человек может прийти и сказать, ну вот мне как-то скучновато, я чувствую, у меня функционал какой-то однотипный, хочу что-то новое. И тогда мы сидим и думаем, что еще человек может сделать, какие зоны для развития, что еще можно человеку поручить. Фидбэк. Офигенная штука. Могу очень долго про это говорить. Две ключевые вещи про него. Он должен быть позитивным. То есть это не только тогда, когда пригорело реально, а когда вы видите, что есть хороший результат, скажите об этом человеку. То есть обычно людям, менеджерам кажется, что это совершенно нормально, когда человек работает нормально. Зачем об этом говорить лишний раз. Но людям это важно, и они это очень ценят. Это офигенный мотивационный фактор. И конструктивный фидбэк. То есть фидбэк, бутерброд, этого уже недостаточно. Он должен быть конструктивным. То есть человек должен сделать какие-то полезные выводы из вашего фидбэка. У меня была ситуация с контрактором, который приходил раз в неделю, раз в две недели в офис, и стали на него жаловаться, что медленно работает. Я встречаюсь с этим контрактором, допустим, Петя. Говорю, Петя, пишешь классные статьи, хочу больше таких статей. Что мы можем сделать? И выясняется, что, оказывается, у Петя три недели назад ребенок родился. Ему банально просто негде писать какой-то свободный уголок в доме. И мы с ним договоримся, что он просто регулярно два раза в неделю будет приходить в офис. Я ему обеспечиваю рабочее место. Он сидит, пишет эти статьи. Все довольны, я получаю больше того контента, который мне нужен. Прозрачные обещания. Здесь очень важно придерживаться тех обещаний, которые вы даете своим людям. У нас была интересная практика в Яндексе, когда все сотрудники имели право раз в год посетить международную конференцию. Составлялся план на год, и мы шли по нему. В какой-то момент в начале года приходит ЦУ сократить бюджет на 20%. Были разные варианты, как это сделать. Хотелось найти такой вариант, где никому не было бы обидно. И в итоге договорились просто, что урезается бюджет каждого сотрудника, и он имеет право сделать выбор. То есть где-то что-то оптимизировать и полететь, допустим, лоу-костом, и пожить в Airbnb, доплатить из своего кармана эти деньги, но полететь. Либо же отказаться от мероприятий, не тратить своих денег. Есть выбор. И в итоге все полетели. То есть все нашли это решение, все посетили то, что хотели. Мир дружба жвачка, никто не обиделся. И живое общение. Это то, что уже многократно говорили. Не пишите, старайтесь всегда голосом подойти ногами, позвонить и поговорить. Все. То есть, по сути, ключевой залог, на мой взгляд, эффективной коммуникации в том, что она должна быть двусторонняя. То есть это всегда диалог. И тут важны общечеловеческие какие-то принципы, что она должна строиться на открытости и доверии. Про это тоже уже говорили. Спасибо. Спасибо, Ганя. Аня, пожалуйста. Ваш выход. Спасибо всем, кто дожил. Пожалуй, мой первый раз, когда это суббота вечера, я последняя. Но я постараюсь рассказать что-то интересное. И немножко о том, кто я и где я работала. Но буду говорить про нас, потому что это часть моей команды и часть меня самой. Обычно, когда спрашивают, что такое работа UA, мне соискатели всегда говорили, это сайт. На самом деле, работа UA это компания, и она достаточно интересна по своему содержанию, потому что она ровно пополам разделена между продуктовой организацией, где есть продуктовые команды, которые работают над созданием того самого сайта. Вторая половина – это команда продаж. И когда у тебя компания, это практически 300 человек, и они разделены пополам, коммуникацию в таких командах строить становится сложно. Плюс в игру включается еще третья составляющая – это маркетинг. В нашей ситуации он был представлен аж одним человеком, и он где-то находился не в продажах, и не в продукте, и непонятно где, но в пятерку самых крупных рекламодателей страны мы такие зашли. И мы вдруг поняли, что у нас такие, да, есть проблемы, и наша классическая структура, которая имеет менеджерскую команду, у каждого есть свое направление, у каждого направления есть свои люди, которые работают в этих направлениях, попросту для нас больше не работает. Потому что когда мы приходили в продукт и говорили, ребята, давай, давай, нужно, клиенты хотят лучший опыт, они хотят, чтобы было круто, иначе они не будут покупать нас так дорого, они говорили, да ну, пусть продажи продают, они неправильно с клиентами общаются. Когда ты приходишь к продажам и говоришь, ребята, слушайте, нам нужно продавать, у нас классный продукт. Они говорят, да ну, это у нас классный продукт? Не-не-не, идите вот туда в продукт, расскажите, что им нужно переделать, а потом к нам придете, мы продадим. И, в общем-то, вот таким хождением занималась вся команда кей-менеджеров, и несмотря на то, что у нас тоже были objective кей-резалтсы, мы старались ими управлять компанией, и у каждого из направлений были обжективы, и, в общем-то, мы давали им возможность планировать самим кей-резалты и даже продажи в том числе, то есть они сами планировали планы своих продаж, работало это плохо. Ну и, в общем-то, вдруг мы посмотрели правую сторону своей организации и поняли, что, с одной стороны, мы создали продуктовые команды, в которых люди больше не работали по принципу, я из продаж, ну или в нашей ситуации, я фронт-энд-разработчик, или там я QA-тестировщик, неважно, и вот они по отдельности там сидели. Мы создали фулл-стэк команды, в которых, по сути, ребята были разные, каждый отвечал за свой участок разработки продукта, и у них получалось находить общий язык и работать над общими метриками, над общими целями. В этот момент у нас их было уже шесть, и каждая из шести команд давала результаты. И мы подумывали, слушайте, а почему бы так не сделать в рамках всей организации? Ну, в общем-то, в чем проблема? Ведь для выполнения объектива часто мало одной команды, которая работает только в одном направлении. Нужно их мешать. И мы сделали эксперимент и поняли, что нужно взять и разбить. Взять и сказать. В каждой команде есть лидер, который отвечает операционно, а иногда даже физически, за ту зону, в которой он может быть продуктивен. То есть дать импакт и забустить результат. И мы поняли, что таким командам нужно ставить ОКР, а не командам, когда они монофункциональны. И что получилось? Мы получили, что все метрики, которые у нас были, в тот момент, когда в кросс-функциональной команде появились представители из продаж, из продукта, из маркетинга, который пришлось вырастить в связи с этим, мы получили коммуникацию между подразделениями, они вдруг начали друг друга слышать, и вдруг стало понимание того, что никто не может по отдельности двигать компанию вперед. То есть только тогда, когда боли говорятся вслух, когда люди обсуждают в рамках команды, и каждого из них есть понимание того, что я же вкладываю, я тоже работаю, увидь, услышь, пойми, что я делаю, только тогда достигается результат. В нашей ситуации, если говорить о конкретных цифрах, то в команде в 300 человек не всегда в кросс-функциональную команду входит руководитель подразделения. То есть часто это бывает инфлюенсер, то есть человек, который для группы людей может создать импакт и забустить. Ну, то есть, не знаю, вернуться в команду, сказать, ребята, мы такое придумали, а ну давай сейчас, может кто-то там еще что-то нагенерит, и мы сейчас добьемся того показателя, в который мы верим. И вторая штука — это то, что все эти люди должны были иметь авторитет. Ну, то есть, по сути, у них должны были быть результаты, которыми они могли делиться, и говорить, смотрите, я это сделал, это обязательно получится. И третий принцип — это то, что они должны были, безусловно, доверять друг другу. Вот я абсолютно согласна, что никакой коммуникации не получается, если люди друг другу не доверяют. Эти команды будут там сверх неуспешны, и они не будут приходить к тем результатам, они будут расстраиваться, будут говорить, да, это не работает, и в следующий забег просто в такие команды не пойдут. Мы не с первого раза это поняли, прям очень по-честному. Первый квартал такой работы кросс-функциональных команд мы честно завалили, и на общем демо вышли и сказали, ребята, мы допустили ошибку, мы смогли на этом научиться, но мы хотим попробовать еще раз. И в итоге вот таким образом выглядели реальные команды, тут это реальный пример, то есть это не там какая-то вот, таким образом мы их разбили, то есть что произошло, мы взяли и сказали, что есть зоны, в этих зонах есть goals или там цели, которых мы хотим достичь, и для того, чтобы этого добиться, мы можем привлечь туда разных специалистов. Простой пример, это вот допустим наша рекламная компания, я надеюсь, что может быть вы видели, с Аленой Аленой, она получилась не потому, что это там работал один шикарный маркетолог, а потому что в команду сошли представители из продукта, которые сказали, ребята, лифт это крутая платформа, мы можем показывать это в продукте. У вас могут разъезжаться двери, приложение может раскрываться как створочки, мы можем добавить кучу кнопочек, которые будут показывать, что это не лестница, карьерный лифт. А с другой стороны, ребята, которые работали в продажах, и продажи у нас разные, у нас есть relation, те, которые ходят, и те, которые звонят, они сказали, у нас это крутая платформа, потому что мы можем говорить нашим работодателям, которые размещаются, что, ребят, мы вам не просто там сложно где-то вы будете искать, мы вам на лифте их занесем, давай-давай. Вот, и… я увидела, спасибо. И, соответственно, был кусочек маркетинга, которые говорили, мы можем вам это разместить. То есть, по сути, в этой ситуации ребята сделали рекламную кампанию, которая результатом, достижением этого взаимодействия стала миллион людей, привлеченных на сайт. Сейчас мы являемся лидерами, у нас 240% преимущества в день в новых добавленных резюме, и я искренне верю, что единственная причина, почему это получилось, потому что не бывает силы в том, что работает тот и один. Сила она в том, когда ребята делятся, когда они меняются мнением и двигаются только вместе вперед. Там, по-моему, еще что-то было, но это детали про, собственно, кросс-функциональные команды. Единственный комментарий, который я последний добавлю. Обычно у нас спрашивают, а что же делает теперь менеджмент команда? Ну, то есть, где теперь менеджеры? Менеджер, на самом деле, есть такая классная игра, знаете, этот керлинг, когда такую шайбу кидают, вот она летит, и есть такие люди, которые просто трут. На самом деле, кросс-функциональная команда это те ребята, которые запускают шайбу. У менеджмент команды в этой ситуации остается только одна роль. Мы не можем повлиять ни на траекторию полета, ничего, мы просто лед натираем, чтобы она без разных ограничений долетела в цель. То есть, в итоге, к нам приходили команды по вторникам, в понедельник есть ритмы работы команд, в понедельник приходит команда, они общаются внутри, во вторник они возвращаются к нам и говорят, чем вы можете нам помочь, мы столкнулись с препятствием. И мы не можем говорить, что это там, не надо было так делать, ребята, идите, сделайте что-то другое, мы просто устраняем препятствия. Я искренне верю, что сила она во взаимодействии, и если дать возможность командам коммуницировать на уровне не только операционном, а кросс-функциональном, вы добьетесь больших результатов. Вот как-то так. Спасибо. Ну что, давайте 15 минут дискуссии последней. Пожалуйста. Вопрос уже есть один. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Спасибо большое за ваше выступление. У меня будет несколько вопросов, главное их не забыть. Во-первых, как вы относитесь к теме ценности и к тому, что говорят, что работа – это второй дуо, может переночевать, это вторая семья. Как вы соблюдаете ворк-лайф-баланс, учитывая, что может быть переработки выше 40 часов, понятное дело? Ну, следующий вопрос, потом еще вспомню. Кто хочет начать? Работает? Отлично. Блин, забыла первый вопрос. Начну отвечать со второго. Да, точно, про ценности. Я абсолютно за ценности, то есть ценности – это круто, но и только не ценности, которые написаны, ну, вот написаны и не работают. Я за те ценности, которые, ну, правда, работают. И у нас, ну, когда мы работаем с культурой, на самом деле, мы работаем с ней. Я в свое время как бы встретила этот подход, и он мне больше всего нравится. Такой же подход, как к работе с продуктом. То есть ты смотришь на нее постоянно, что-то улучшаешь, обнаруживаешь баги, меняешь, там, переучиваешь пользователей, переучиваешь, ну, как бы себя меняешь, и эта культура, ну, она будет постоянно меняться и развиваться, но, как бы, ценности, они, ну, они классно работают, если это действительно ценности. Вот. А про семья, вот это вот все, ты же с нами, я честно против. Я вот не так давно прочитала книжку «It hasn't been so crazy at work», и там как раз эта тема раскрывается, вот на примере компании Basecamp. Нет, этого не должно быть, вот этой сверхответственности. Все работают за деньги, все должны делать качественно свою работу, но должны еще жить. То есть есть куча сфер, в которых, ну, как бы, в которых нужно себя применить, поэтому мы не говорим про work-life balance. Я всегда говорю leave not balance, вот, потому что, ну, правда, если ты не любишь свою работу, тебя плохо в этой компании, тебе плохо с этим менеджером, иди туда, где хорошо, тебе не надо балансировать и умирать тут, ну, как бы, компенсируя это какими-то пьянками по пятницам. То есть вот. Спасибо. Коллеги. Ну, я отвечу, значит, начнем с того про work-life balance, да, то есть работая в таком почти режимном, режимной организации, достаточно все просто. У нас очень четкая система. То есть есть рабочий день, у нас, в принципе, есть правило, что в 7 часов исчезает доступ к компьютерам у местных сотрудников, так что, да, это sounds like paradise, да, но на самом деле люди перерабатывают, и люди работают намного больше часов, но это всегда должно быть обосновано. То есть это приучает менеджеров, то есть это ответственность менеджера заранее попросить доступ дополнительный, чтобы человек мог продолжить работу. И это очень дисциплинирует. Это срабатывает, потому что, да, это ответственность менеджера, это дополнительные деньги для компании, для компании тоже дисциплинирует, потому что мы бюджетируем наши все овертаймы, все это нужно планировать, и неэффективный менеджмент приводит к тому, что нет денег платить за овертаймы. В такой ситуации никто не хочет оказаться. По поводу work-life balance, да, еще второй вопрос был про ценности. Про ценности я считаю, что их нужно пытаться понять во время найма. То есть если человек, приходящий на интервью, несет ценности, которые несовместимы с ценностями организации, лучше на этом этапе понять друг друга и разойтись, правильно? То есть тут важно структурировать интервью, задавать правильные вопросы, чтобы определить. Для стороны сотрудника точно так же. Ну, у нас были ситуации, когда люди по определенным политическим взглядам и так далее, им было возможно дискомфортно работать в нашей организации. Я могу сказать только с точки зрения работодателя. Наше правило всегда такое, что комфортно должно быть всем. То есть если, например, политические взгляды влияют, мы делали так, что мы просили сотрудников не обсуждать определенные вопросы для того, чтобы всем было комфортно, особенно в периоды таких горячих политических событий. У нас были ситуации, когда ко мне пришел человек и сказал, я увольняюсь, потому что со мной вот говорят на эту тему, а у меня другое мнение, и я не могу его сказать. Так вот мы сделали так, что не нужно было это обсуждать. Да, это определенная цензура, но это здоровее, потому что мы потеряли бы до очень ценного сотрудника. Спасибо. Галя. Я расскажу про ценности. У меня просто есть опыт работы в компании, где были прописанные ценности, а где были непрописанные ценности. Там, где ценности прописаны, мне как маркетологу проще с этим работать, потому что ценности всегда коррелируют со стратегией компании. И когда я как человек, который отвечает за маркетинговую стратегию, мне проще расставлять приоритеты, делать сплит бюджетов, понимая, что вот у нас приоритет, наша ценность — это счастье пользователя, а заработок на каком-то продукте я могу отложить на потом. Естественно, то есть мне это помогает в работе. Тот опыт, где в компании не было прописанных ценностей, так получилось, что руководители разных отделов набирали людей себе в команду, исходя из своих собственных ценностей. И в итоге, глядя на это стороны, понимаешь, что вот в этой команде эти ценности, в этой команде эти ценности. И потом эти команды, они могут не мэчиться между собой и сложно взаимодействовать. То есть ценности — это на самом деле такая совсем не эфемерная штука, а очень полезная в работе. Спасибо. Еще вопросы? Так, я задам, я думаю, что, да. Я хочу спросить про корпоративную культуру, вот о которой много говорят, и о стандартах корпоративных. Как вы считаете, вообще она нужна? И как быть, когда, например, вам нужны сотрудники, они квалифицированы, профессиональны, но они не разделяют эту корпоративную культуру. Что делать? Можно я начну? Пожалуйста. В общем, тут есть такая штука, культуру организации нельзя придумать и создать вообще. То есть смешно думать, если там придет классный чар-директор, он вдруг такой крутой и всех научит, какая должна быть культура. Но это вообще заблуждение. Даже у компании, которая там существует полгода, она уже есть. Ее нельзя там придумать, ее нельзя навязать. В общем, так не работает. Единственное, что можно сделать, можно сказать, что окей, если такая культура помогает бизнесу быть успешнее, то ее можно честно коммуницировать. То есть о ней нужно говорить. И человек сам вправе выбирать, ему она вообще подходит или не подходит, хочет он дальше с ней идти одной стезей, в ногу. Тут, кстати говоря, я там закрою сразу два вопроса, потому что по поводу ценности и по поводу овертаймов. На самом деле это такая штука, если говорить про культуру работы, работы ей, то здесь есть такая прикольная штуковина. Мы никогда никому не говорили, что нужно работать по выходным или вообще, что нужно там в чем-то овертаймить. Вот вообще ни разу. У нас ценности мы такие прописали, чтобы люди просто знали о том, какая культура, и мы ее показывали сразу. Да, мы реально ориентированы на результат, да, мы реально работаем в командах, и да, реально мы ответственно относимся к своей работе, нам не все равно. И это означало, что когда я чувствую ответственность за то, что мой результат влияет на результаты работы других людей, я просто не могу уйти и там оставить это там недоделанным, понимая, что следующий, он не сможет сделать свой участок качественно, в итоге это приведет к тому, что мы не достигнем общего результата. И в итоге это работает как замкнутый цикл. И в итоге, если говорить про работу, которая, ну, окей, для плоской организации большая компания, в ней культура, ценности и там овертаймы и work and life он балансирует сам. Им на самом деле никто не управляет. Нет каких-то мантр, что ты должен или не должен. Есть работа на результаты, ты сам выбираешь, как тебе комфортно его достичь. Мы никого не просим, никого не заставляем. Вот. И есть другая сторона медали, есть большие крупные корпоративные культуры, в которых там, в которой я сейчас работаю, и там все абсолютно иначе. Там вплоть до того, что необходимо создавать искусственный интеллект, который способен коммуницировать с 40 тысячами людей и просто вообще объяснять им, где они работают. Но не то, чтобы там про культуру или еще про что-то, просто сказать, где ты работаешь и что для тебя это значит. Поэтому каждый выбирает для себя, женщину, религию, дорогу, так и про компании, корпоративные культуры. Смотрите, спрашивайте и выбирайте ту, которая вам релевантна. Вот и все. Спасибо. Коллеги? Я абсолютно соглашусь с Анной, что хочешь, не хочешь, культура существует. Говоришь ты о ней, не говоришь о ней, понимаешь, какая твоя культура, она все равно есть. Вот за нас отвечу. Если мы понимаем, что человек в нашу культуру не впишивается, мы его не возьмем. Ну то есть, потому что каждый уход и каждый приход меняет команду и меняет компанию на самом деле. Галя, какой процент у вас не принимается вот в таких случаях? У вас, в вашей организации? Ну я честно, лично не вспомню, там прям так много кейсов, но вот есть, был кейс, мы не взяли маркетинг-директора, который абсолютно квалифицирован, был классный, мы провели много интервью, но просто параноидально микроменеджил и жестко руководил командой. Ну просто мы собрали референсы, а это не наш подход, мы даем свободу, мы за инициативу, мы за то, чтобы люди могли проявить себя, и мы поняли, что мы возьмем его и лишимся, наверное, всей команды маркетинга и не взяли. И был кейс, когда взяли человека, который не подходит в нашу культуру, три месяца в продуктовой команде были там ссоры и в итоге нам пришлось попрощаться, просто чтобы, опять же, не потерять всю команду, которая была до этого. Спасибо. В моей практике есть пример влияния западных рынков на внутрикорпоративную культуру. У нас был SEO в Штатах, компания была офис в Киеве, офис в Штатах, и был реальный прецедент, когда сотрудника чуть не уволили за сексистский комментарий. То есть, если бы это была обычная украинская компания, этого бы даже никто не заметил и не обратил бы внимания, но тут присутствовала коллега из американского офиса, у него были огромные глазищи, человек чуть не лишился места работы, после этого на всю компанию провели большой ликбез, как себя вести нужно и как не нужно. И в тот момент ты понимаешь, что очень круто, когда ты работаешь с западными рынками, и вот как маркетолог, как человек, который думает про продукты, должен понимать, как мыслит твоя аудитория. И постепенно, хочешь не хочешь, но вот образ мышления, вот какие-то ценности, оно передается и переносится. И это на самом деле очень здорово, что смотрим на другие рынки, и это влияет на то, как компания работает внутри, как взаимодействует. Спасибо. Я, наверное, скажу про то, что в больших организациях, в международных, в корпорациях, то есть, конечно, культура хедкотера, то есть хедофиса, она очень сильно влияет, потому что, фактически, работая в представительстве или в посольстве, то очень много перенимается из как раз материнской компании, да, хедофиса. В нашем случае у нас есть, вот если что касается этики, поведения на работе, у нас есть тренинги, и они онлайн, и они обязательно для всех сотрудников каждый год, то есть не один раз, а каждый год мы проходим этот, мы тратим полчаса, то есть есть перечень тренингов, которые человек должен пройти для того, чтобы работать в компании, иначе у него не будет там доступа. Да, это очень так рутинно, и многие люди это воспринимают как «ну опять», но мы видим изменения в поведении, и те же самые сексистские комментарии, и анекдоты, да, на самом деле, вот у нас это очень строго к этому относится, это меняет поведение, иногда людям нужно объяснять, и люди понимают, что да, я, наверное, там неправильно сказала, по чуть-чуть меняется поведение людей. Про организационную культуру, я считаю, что очень много существует субкультур внутри организации, особенно если она крупная, то есть эти субкультуры зависимы от каждого офиса, очень много зависит от руководителя, что он приносит в нашем случае специфика в том, что у нас американский персонал меняется постоянно, то есть это накладывает свой отпечаток, потому что у нас руководители приезжают и уезжают почти, ну, с регулярностью раз в два года, иногда даже более чаще, то есть людям нужно понимать, что они должны адаптироваться постоянно, потому что это не просто руководитель, с которым ты проработал пять лет, и ты уже знаешь, что ожидать, а ты должен постоянно быть открыт к новому. Более того, каждый приезжающий руководитель, он приезжает делать карьеру, он нацелен на результат, у него свои цели, он приедет и скажет, давайте все поменяем, разберем и соберем заново. И успешно, вот как я вижу, люди как раз, те, которые согласны разобрать и собрать заново, сделать лучше, вот, а те, кому это сложно, они несчастны, и мы, конечно, советуем им не продолжать с нами работать. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо большое за выступление. Хотела спросить, вот мы говорили о коммуникациях, говорили о ценностях, хотелось задать такой вопрос, а насколько сейчас вот компании, ну, там, где вы работаете, готовы вкладываться в офисные пространства. Ну, потому что сейчас на международных рынках есть такая тенденция, что work-life balance, всякие ценности, то сейчас хорошие специалисты выбирают классные компании, благодаря тому, что есть дополнительные вот эти perks, которые материальные, нематериальные, но и также офисная среда. Насколько вы, вот, на личном опыте, насколько ваше SEO, насколько вы говорите об этом? Спасибо. Аня, про АВК. Про АВК. У меня прям широкий спектр. Ну, на самом деле, есть два разных кейса, ну, вот мой текущий и в работе. В работе был офис на Подоле, он был старенький, с низеньким потолочком, там было очень плотненько, то есть там реально было сложно пройти, и я серьезно считаю, что это был дом работы, ну, вот серьезно. Там не было суперустоловий, простите, были старые туалеты, и никаких там эко-офисов вообще не снилось. В итоге мы думали об этом, и мы решили, что мы переезжаем в Юнит, нам хотелось Кановского здания. Я доблестно за 4 месяца сделала ремонт 2000 квадратных метров, сделала самый, ну, окей, ладно. В общем, там эклектика, мы собрали там офигенную старую мебель вместе с крутыми стеклами, огромным пространством, очень много очень диджитализированных комнат и амфитеатров, 21 переговорная комната сейчас, и в итоге, послушайте, вот резюме, знаете, что нам люди говорят? Мы хотим на Подол. И не потому, что, ну, там, что-то плохо, или что-то не работает, или ремонт не крутой, или там нет каких-то особенных вещей, нет, мы все сохранили, даже приумножили во много раз, они говорят, блин, мы себя не чувствуем дома. И в итоге у нас было целых полгода, вот которые мы сейчас находимся в новом пространстве, для того, чтобы мы вернули все то, что было на Подоле, в новое крутое навороченное пространство. Ну, то есть это, короче, это какой-то баланс должен быть между культурой и семейностью организации, и тем, что вы ей даете, потому что иногда этого, по ходу, бывает too much, а все еще там занадто, то недобре, и вот, по ходу, мы немножко там с этим переработали. А если говорить про Мишин комментарий, на самом деле сейчас я работаю в Новой Почте, и там есть 40 тысяч человек, и условия труда у них очень всякие разные, от логистических распредцентров до отделений и до офисов, так вот, сидя в одном и том же офисном центре, разные подразделения компании, ну, хед офиса, да, они сидят в разных офисных пространствах. Кто-то там на шестом этаже до сих пор в кабинетах, под там 4 квадрата, два этажа там open space, в которых вообще невозможно находиться, потому что там работают операционные функции, которые постоянно разговаривают, и один, вот мы там на шестом этаже сидим в хабе, у нас там 800 квадратов, на которых сидит 50 человек. Ну, как бы, знаете, это все мне доказывает только то, что нужно иметь какой-то баланс, вот вообще. Нету какого-то идеального кейса сказать, что, блин, к нам придут работать, потому что у нас крутой офис, к нам в работе на Подоле хотели идти работать, к нам сейчас хотят идти работать, а в новой почте, ну, там посмотрим, что будет после того, как я в ней поработаю, но сейчас даже какой бы там ни был крутой офис, никто, ну, как бы не станет стоять за тем, что там хотим посидеть в open space, ну, такое. Можно два быстреньких таких вопроса. Какой средний возраст был в той компании, которые вы говорите… В работе? Да. В работе, ну, и по текущий момент так и есть, работают сотрудники от 20 до 40 лет, ну, это если там в среднем, у нас нет большой ротации, мы просто гиперросли, росли за счет команды продаж, команды продукта, и часто это именно такого возрастного коэффициента люди. И вопрос, вы говорите, мы сделали, мы это собственными силами, или вы обращаетесь в мастерские, какие-то студии? Да, мы работали с юнаковыми, но, к сожалению, офис мы сделали сами, поэтому такое, можно работать со студиями, да. Спасибо. Ну, я полностью соглашусь, что мне, по крайней мере, не встречались люди, которые выбирают место работы, именно потому что там есть, не знаю, там, пинг-понг, да, то есть можно поиграть в обед. Ну, то есть, как по мне, это немного странный подход, может быть, он будет в будущем. Мы переехали, у нас было 4 офиса, которые мы снимали в разных местах, это были офисные здания по Киеву, это было очень сложно, была даже внутренняя почта налажена, потому что у нас документы бумажные, как вы слышали. Потом мы переехали в здание, которое, оно соответствует там новейшим стандартам, это одно из самых современных зданий по технологиям в Киеве, и по очистке стоков и всего прочего, то есть оно очень классное, но оно находится на метро Берестейское. Очень сложно было людям адаптироваться, тоже некоторые переехали с Подола, там что-то привязывает людей. У нас тоже была такая сильная команда, которая говорила, мы хотим обратно до Подола, но у нас нет пути назад, потому что это уже здание перманентное. Да, многие люди, когда мы проводим интервью, я замечаю, что люди довольны, да, наличием теннисного корта, спортивного зала. У нас сейчас есть даже огороды для сотрудников, но потом, да, то есть есть такое, это, кстати, миссис Обама ввела такую моду, и можно взять кусочек земли и там посадить помидоры. Некоторые так развлекаются. Ну, тем не менее, да, но чтобы кто-то из-за этого шел для работы, то есть говорил бы, если вы мне не дадите огород, то мне будет плохо. Нет, скорее всего, это такие маленькие фишки, да, то есть мы, как работодатель, можем сказать, у нас, кстати, есть спортивный зал, и вы можете в обед пойти позаниматься, но немногим удается выделить время, честно скажу на это. То есть наличие этих фишек и возможность ими пользоваться, это разные вещи. Спасибо. Галя, добавите что-то. Я просто никогда не отвечала за выбор офисов, но буду просто опять-таки рассказать позиции человека, который пользуется этим как инфраструктурой. У нас в Яндексе была отдельная комната, и мы в какой-то период устраивали голосование всеми сотрудниками, как мы будем использовать эту комнату, что мы хотим туда купить, поставить. Это было народное голосование. В итоге остановились на том, что мальчикам там нужен теннисный стол, который можно сложить, убрать, а девочкам там нужен зал для йоги. И мы потом нашли инструктора по стрейчингу, и у нас по вечерам были занятия с этим инструктором. И это был такой мини-тимбилдинг, потому что вот команда наша, Маркомы, мы уходили девочками, так, все, там, полседьмого, пришел у нас инструктор, пойдемте, пойдемте. И это вот работает уже потом как такой мини-тимбилдинг, но это уже вопрос скорее потом, потому что на этапе входа людям не сильно интересно. То есть люди понимают, что я не буду успевать этим заниматься. То есть это уже вопрос того, как это грамотно потом использовать. Спасибо. Еще вопросы? Так, Денис. Вопросы от спикеров. Вопросы, да, за 50. У меня к Ирине вопрос. Очень интересно, когда вы строили систему мотивации и изменения бонусной части для разных типов сотрудников, можете ли вы привести какой-нибудь практический пример, как это работало, как это выглядело у того же охранника, за что он получал бонусы условно, и у какого-нибудь белого воротничка, я не знаю, кто там, у вас аналитики или кто? Да, ну, у нас, смотрите, я говорила больше о том, как мы строили коммуникации, но система одинаковая для всех. Она привязана на том, что руководитель для каждого сотрудника должен в начале, там, у нас рейтинг сайкл, ну, в начале года, будем говорить условно, должен составить план задач. То есть это то, что включает его постоянные обязанности, и это могут быть какие-то специальные проекты для кого-то, это может быть развитие каких-либо навыков, то есть, например, если у нас есть охранник, который так и не удосужился выучить 10 слов на английском языке, а это важно, то нам нужно, чтобы он выучил эти 10 слов, и, то есть задача устанавливается конкретно для каждого человека, и даже если эти люди на одинаковой позиции, мы хотим, чтобы планы этих работ были все-таки индивидуальными. Это включает в себя также обсуждение, и это была очень сложная ломка, и процесс для супервайзеров, которые не хотели встречаться с сотрудниками, и говорят, да что мне им говорить, они работают, и слава богу. То есть у меня была такая проблема с нашим персоналом-уборщиц, когда люди, проработав 20 лет, это был первый раз, когда руководитель сел с ними и вообще оговорил с ними, что они должны делать, потому что до этого это было в интерактивном режиме, иди туда, убирай там, пылесос здесь. То есть это заставило, на самом деле, руководителей очень сильно взяться, вообще выполнять обязанности руководителя. В конце года, ну на протяжении года мы требуем, чтобы была хотя бы одна дискуссия, обсуждение результатов, чтобы не было потом сюрпризов, и в конце года завершающие встречи, на которые они обмениваются, видение руководителя, что думает сотрудник, может у него есть какие-то достижения, которых руководитель не знал, будем надеяться, что так не будет, но возможно. И руководитель выставляет оценку. У нас есть процедура ревью этих оценок, то есть чтобы избежать совсем субъективных таких промашек, и потом это приводит к подсчету баллов, разделению бюджета и так далее. Поэтому, конечно же, у охранников будут разные задачи, чем у уборщиц или у политического аналитика. Но у каждого из них будет возможность на фоне, поскольку мы делим общий бюджет, на фоне, например, 5 охранников из 120, которые лучше всех себя проявили. Это были те люди, которые не просто выполняли, а пришли и сказали, вот можно что-то улучшить. У меня была ситуация, когда телохранители, такая категория о творческой работе нельзя, представь себе, совсем не творческая деятельность. И их руководитель пришел ко мне и сказал, ты знаешь, работает эта система, потому что если раньше я ходил и толкал их и говорил, ну может быть, давайте что-то сделаем по-другому, а может быть, мы там, не знаю, внедрим новые видеокамеры или еще что-то, то сейчас они приходят ко мне с инициативой. То есть это немножко для тех людей, которые имеют в себе это зерно, новаторство, это запустило, ну опять-таки канал связи, что они могут это сообщить, что это будет рассмотрено, что это может быть еще и оценено положительно, ну и принесет им дополнительные деньги. То есть вот таким образом это работает. Я ответила? Более-менее. Конечно, сюда не хватает деталей. Ну детали, да. Режим на объект. Да, естественно, что у большинства охранников очень похожие рабочие планы. Ну да, сори, они делают то же самое, но делать это можно тоже по-разному. И мы четко, мы стараемся требовать, чтобы эти цели писались по методике SMART, чтобы там были количественные показатели, где это возможно. Хотя, например, в случае с политическим аналитиком это сложно, да, потому что если мы ему поставим задачу написать 10 репортов, а событий было на 50, то есть тут как бы нужно взвешивать. То есть нужно тогда писать качественные показатели, какие эти репорты будут, вплоть до того, что там сколько их раз будет перепроверять, прежде чем они куда-то пойдут дальше. Спасибо. Еще есть вопросы? Ну тогда мы будем говорить, что мы дошли до финиша. Давайте опять поблагодарим наших уважаемых спикеров за эту прекрасную панель. Я хочу всех поблагодарить за сегодняшнюю дистанцию, которую мы все прошли. Думаю, что было все полезно, интересно, детально. Каждому присутствующим будет выставлено все презентации и видео. Подписывайтесь на нашу страницу. У нас каждый месяц будет проходить подобное мероприятие дальше по разным тематикам. Хотим пожелать вам хорошего вечера. И будьте с нами, будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!